ПЕСНЯ 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 Весной 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Нюрнберге заседал Международный военный трибунал. По его приговору в ночь на 16 октября 1946 года были казнены главари Третьего Рейха. Трупы их сожгли, а пепел развеяли по ветру. Многие в мире вздохнули спокойно, надеясь, что с этим пеплом развеяно и само воспоминание о фашизме. В ночь на 16 октября 1946 года произошло и другое событие, казалось бы, затерявшееся в стремительном потоке тех дней. В одном из отдаленных районов Альпийского Нагорья лесник набрел на волчье логово, в котором обнаружил одичавшего ребенка. В то время это никого не удивило. В Европе были тысячи детей, обездоленных войной. И мальчика-волка поместили в сиротский приют, созданный на средство благотворительности. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для решения пусть и такой задачи потребовались годы и годы упорного труда. В конце концов усилия воспитателей увенчались успехом. Волчонок, казалось, забыл хищные повадки, перестал выйти на луну и выглядел вполне добропорядочным юношей. И вот настал день, когда воспитатели решились отправить своего подопечного на экскурсию в близлежащий город. В программу экскурсии входило и посещение зоопарка. Поначалу все действительно шло хорошо. Бывший волчонок вместе со всеми дивился нелепым фигурам жирафов, смеялся над забавными ужимками обезьян. И так бы благополучно все и завершилось, если бы... Волк! Как вырвался волк из клетки? Какие воспоминания всплыли в памяти юноши? Почему он вернул волка в клетку, трудно сказать. Однако вездесущие репортеры, оказавшиеся в зоопарке, расписали его поступок, как самоотверженный подвиг. Белокурый герой спасает свою воспитательницу из пасти бешеного волка. Читатели проливали слезы умиления, юношество получило прекрасный пример для подражания. Но газетная шумиха привела к неожиданным результатам. Юный герой был похищен из родного приюта. Новая сенсация! А тем временем похищенный юноша был увезен как раз в те края, где был найден лесником много лет назад. И даже мрачный средневековый замок, куда его заключили, носил название «Волчье логово». Кто были владельцы замка? Зачем им понадобился аккуратный приютский воспитанник, а по сути несчастный ребенок с надломленной психикой? Надломленная психика не волновала владельцев замка. Волк в человеческом обличье был их идеалом. Волновало другое. Мальчишка проявлял человечность. Прекрасные педагоги голод, жажда и плеть сделают свое дело. Прекрасные педагоги... «Херкино!» «Херкино!» Субтитры сделал DimaTorzok Так юноша из тихого приюта стал первым воспитанником волчьей академии, затерявшейся до времени в глухом районе Альпийского Нагорья. Шло время, и, наконец, воспитатели нашли воспитанника достойным своего идеала. Вожак был готов. Дело было за волчьей стаей, и ее набрали. Тренировки. 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 Волк должен быть силен. Волк должен быть вынослив. Волк должен быть жесток. Волк должен слепо повиноваться. Субтитры сделал DimaTorzok Волк должен знать волчью историю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Волки должны повторять пройденное. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Первый выпуск был признан удачным. Шло время. Сеть волчьих академий росла и развивалась. То тут, то там возникали волчьи логова. Подымался волчьи вой. За будничным шумом городов, за спокойствием деревень, за шелестом повседневных забот. Слышите? Слышите волчьи вой? Остановитесь! 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 Раскройте глаза и уши! Слышите! Слышите волчьи вой! Он нарастает! Зверь готов к прыжку! Люди! Остановитесь зверя! Остановитесь! Вяжите волчьи! Остановитесь! Нарастает волчьи! Остановитесь! Вяжите волчьи! Диад obey! Вяжите волчьи! Продолжение следует...